Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Барнауле задержали мужчину, который изрезал лицо таксисту. В регионе увеличится финансирование на социальные расходы. Какие еще важные темы прозвучали во время визита министра труда и соцзащиты России? Проект дорогостоящий, но реальный. В Бийске может появиться профессиональный скейт-парк. Избирательные участки Алтайского края готовятся к выборам президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта. В нашем регионе завтра одновременно начнет работать 1700 избирательных участков. Их лично посетит большая часть населения края. 10 тысяч человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», который позволяет выбрать удобный участок по месту фактического проживания. 230 тысяч хотят проголосовать через интернет. Между тем, уже стартовало досрочное голосование. Воспользовались такой возможностью 96 человек. Это жители труднодоступных поселений. В целом же в крае избирательные участки откроются завтра в 8 утра и закроются в 20 часов. Все три предстоящих дня в Барнамуле по традиции будут доступны лотки с выпечкой, лимонадом, чаем и соками. В Алтайский край поступила партия вакцины для защиты детей и взрослых от целого ряда заболеваний. Среди них туберкулез, дифтерия и столбняк. Коклюш, гепатит B. Для иммунизации от кори, краснухи и протита регион получил 3750 доз препарата. Их распределили по детским поликлиникам края. Так, в третью детскую поликлинику Барнаула поступило 100 доз вакцины. Препарат Вактривир не новый, в обиходе четвертый год. Осложнений после уколов, повышения температуры у детей не наблюдалось, говорят врачи. Маленьких пациентов прививают им в год и ревакцинируют в 6 лет. Добавим, в соцсетях периодически поднимается тема нехватки вакцин от разного рода инфекций, особенно во время роста заболеваемости. Медики подчеркивают, что следят за тем, чтобы дети прививались вовремя, приглашают родителей на прием, когда приближается время вакцинирования или ревакцинирования детей. Однако, отмечают врачи, современные родители стали проявлять больше самостоятельности в этом вопросе. Когда массовая информация, то есть информация появляется о повышенной заболеваемости, да, ряд родителей более настойчиво, скажем так, спрашивают участковых педиатров о необходимости вакцинации. Ну, хочется сказать, что те, кто прививаются, они прививаются, прям спрашивают, строго знают национальный календарь, то есть многие родители сейчас более грамотны в этом отношении. В Барнауле подвели итоги визита Марьяны Лысенко, известного медика, главного врача Московской клинической больницы номер 52. Накануне Лысенко посетила несколько медучреждений Барнаула. Какие у нее остались впечатления, расскажем в следующем сюжете. Вот он шагает теперь под дождем на улице. Перед этим он был на водопаде, перед этим он поднимался в гору, а сейчас вот он выбрал вечер и под дождем. Пациент разрабатывает шагательный рефлекс, чтобы восстановить двигательную функцию нижних конечностей. Гуляют под дождем участники боевых действий. СВО, Чечня, Афганистан. У многих нарушена память, координация. Позади ранения, несколько контузий и, что немаловажно, посттравматическое стрессовое расстройство. В первое время ты не понимаешь, что ты здесь делаешь в принципе. То есть вернуться обратно в гражданскую жизнь мирную очень сложно. Для этого подобные заведения, они просто необходимы. Ну и помощь специалистов. Самостоятельно из этого выбраться, мне кажется, очень сложно. Как в Краевом госпитале для ветеранов воин проходит реабилитация, накануне оценила известный медик, главный врач Московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Опыт у Алтая очень большой, потому что здесь реабилитационные центры и госпитали ветеранов воин, так называемые, на вазе которых создавались вот эти вот медицинские сообщества, умеющие, профессионально этим занимающиеся. Он с ранних послевоенных времен, когда страна поднималась из руин, здесь уже создавались вот эти коллективы и это очень чувствуется. Другой медицинский объект в Барнауле, которым тоже может похвастаться регион, городская поликлиника номер 14. Совсем недавно эта больница начала работу на новых площадях. Открытие было долгожданным. К поликлинике приписаны более 120 тысяч жителей индустриального района. За короткий промежуток времени население увеличилось, то есть за 10 лет в два раза, с 50 до 120 тысяч. И, соответственно, в тех площадях, в которых мы располагались, обеспечить им ту должную доступность, техночественную медицину, к сожалению, не было возможно. Все обследования в одном здании. Сегодня здесь налаживают диагностическую службу. Закуплены томограф, рентгеноборудование, мамографы и не только. Напомним, на открытие здания выделили полтора миллиарда рублей в рамках нацпроекта здравоохранения. Будет ли продлена программа? Как будет развиваться медицина в селах? Как привлекать молодых специалистов? Во время общения эти вопросы врачи задавали Марьяне Лусенко. Коллеги вставят правильные вопросы. Безусловно, почти все они так или иначе нашли отражение в том послании, которое Владимир Владимирович озвучил федеральному собранию и общими мазками обозначил все направления, которые будут развиваться в медицинской отрасли. Ну а подробности, естественно, будут простраиваться с теми запросами, которые есть на местах. Хотелось бы верить, что подобные больницы когда-нибудь появятся не только в других городах края, но и в районах. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Еще один высокий гость посетил Алтайский край. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков принял участие в заседании коллегии, на которой подвели итоги деятельности Краевого профильного министерства за прошлый год. На мероприятии также прозвучала важная информация. Финансирование на социальные расходы в связи с поручениями президента в регионе возрастет. Подробности у Анастасии Драган. 574 тысячи жителей Алтайского края получают различные меры социальной поддержки. Расходы на них в 2023 году составили почти 60 миллиардов рублей. Итоги работы служб социальной защиты края подвели сегодня. Их оценил профильный министр России Антон Котяков. Он отметил направление социальных контрактов. По поручению президента к 2030 году на эти цели дополнительно выделят 100 миллиардов рублей. Примерно двукратное увеличение нашей с вами работы и предоставление социальных контрактов. Эта мера социальной поддержки сегодня очень востребована, а самое главное достаточно эффективна. Около трех тысяч социальных контрактов за три с половиной года было заключено нами, с гражданами города Биска, Биска и Салтонского района. Ну и эффективность этих контрактов 70 с лишним процентов. Они перешагнули черту бедности, так скажем, вышли на новый уровень жизни. Социальные контракты берут для развития личного подсобного хозяйства, иных мероприятий, трудоустройства и открытия своего дела. Последние два самые востребованные. А благодаря помощи в развитии ИП расширяется сеть услуг и появляются новые предприятия. У нас открыты швейные мастерские. Да, ну естественно, для женщин салоны красоты. Есть пошив одежды, свадебных нарядов. Да, есть различные креативные направления. Среди других достижений – развитие системы долговременного ухода. В профильном пилотном проекте участвуют 13 муниципалитетов края. В немецком национальном районе это уже дало свои плоды, а к работе удалось привлечь больше сотни сиделок. У нас более 500 услуг составленной индивидуальной программы. Это инвалиды 18+. Это тоже большая работа. Сегодня еще одно направление – это социальная занятость инвалида с ментальными нарушениями. Участники Великой Отечественной и Дети войны получили субсидии на сумму больше 80 миллионов рублей на жилье, ремонт и адресную помощь. Активную поддержку оказывают участникам СВО и их семьям. В прошлом году им направили больше 2 миллиардов рублей финансовой помощи. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Также министр труда и социальной защиты во время визита в Барнаул отметил, что Алтайский край войдет в программу комплексной модернизации центров занятости. Сегодня у нас два центра занятости уже модернизированы. Один находится в городе Барнауле, второй в одном из районов Алтайского края. С 1926 года программа будет запущена в Алтайском крае. И все центры занятости на территории субъекта Российской Федерации будут модернизированы под тот стандарт, который сейчас у нас является приоритетным в Министерстве труда для работы центра занятости. Кроме того, министр труда России отметил положительный тренд нашего края – снижение безработицы и уровня бедности. И все это результат той работы, которая проводится и по созданию рабочих мест, экономическим и финансовым блокам правительства края, и вопросы с точки зрения поддержки особо нуждающихся категорий граждан в виде социальных выплат, социальных гарантий, которые предоставляются. Именно такой результат, именно такая совместная работа должна приводить к успехам, к дальнейшим успехам на территории края. В похищении 20 миллионов рублей обвиняют экс-директора Барнаульского филиала страховой компании РСХБ «Страхование». Женщину обвиняют в мошенничестве и легализации денег. По версии следствия, в 2021 году она заключила договор со своим знакомым индивидуальным предпринимателем. Якобы бизнесмен искал клиентов и страховал их в компании за вознаграждение. Но по факту это делали сотрудники фирмы. Также бывший директор компании путем финансовых махинаций легализовала часть денег, на которые приобрела квартиру в Санкт-Петербурге, оформив ее на свою близкую родственницу. Но ее имущество наложили арест. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд. И к другой теме. В школах Барнаула продолжается общественный контроль питания. Работу проводят межведомственные комиссии, которые проверяют, насколько качественно едят ученики. Вкусно ли кормят в 73-м Барнаульском лицее узнавала наша съемочная группа. Сегодня, согласно меню, для ребят на завтрак – пшенка на молоке, сладкий чай, оладушки и картофельное пюре. Одни с аппетитом уплетают оладьи, другие скромно поглощают кашу. А третий вовсе – только присев за стол, принимается сразу за сок. На сегодняшний день у нас 1159 учеников. Мы учимся в две смены. Питание организовано абсолютно для всех обучающихся. То есть есть возможность и горячего питания, и комплекс номер 3, и буфетная продукция. Дети очень любят ходить в столовую. Председатель общешкольного родительского комитета Надежда Деянова уверяет, рацион питания учеников и качество готовых поварских блюд проходит строгий контроль не только межведомственных комиссий, но и самих родителей. Нравится нам, что дают напитки из свежих фруктов и ягод. То есть витамины, все по санпину. То есть как бы вот и порции соответствуют. Не знаю, родители довольны. То есть любой родитель у нас может прийти, проконтролировать, попробовать. Конечно, о вкусах не спорят. Но ни для кого не секрет, что большинство школьников отказываются питаться полезно, предпочитая фастфуд или сладости. Однако, по мнению члена Совета Женщин Екатерины Бень, взрослым важно суметь вовремя сформировать у современных детей привычку к здоровому меню и сбалансированному рациону. В наших школах прививается культура здорового питания, что является фундаментом для будущего и здорового образа жизни будущего ребенка. Сначала это прививается в садике, а затем уже в стенах школы. Соответственно, культура правильного питания, это там первое, второе, третье, сбалансированное питание, это в целом формирует здоровье наших детей. В свою очередь депутаты поддерживают общественников и заверяют, что регулярные проверки не выявляют никаких нарушений. Система отлажена, каждая тарелка, попавшая на стол, прошла строгий контроль. Общественный контроль у нас проходит в рамках программы работы Баруновской городской думы. Уже не первый год мы этим занимаемся. И надо сказать, что с каждым разом мы констатируем факт, что все-таки питание у нас улучшается. Работать с «Глобусом» приятно. Я постоянно это повторяю. Ну, комбинат школьного питания «Глобус». Потому что слышит, потому что понимает всю проблематику. Добавим, всего в лицей обучается 1159 учеников. Из них 504 – учащиеся младших классов, которые по федеральной программе получают питание бесплатно. Мария Костолева. День с толком. Уникальный объект для отдыха молодых бейчан может появиться в 2025 году. Но сначала он должен победить в народном голосовании за общественные пространства по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Оно стартует 15 марта. В список вошли 13 территорий, среди которых зеленая зона, где хотят построить профессиональный скейт-парк. Студенты учебных заведений Наукограда лоббируют объекты и намерены победить. Как это сделать, обсудили в Технологическом институте на встрече с руководством города. В Технологическом институте полный зал. Будущие и нынешние студенты обсуждают, как голосовать за общественные пространства Бийска. Штаб общественной поддержки в Алтайском крае стал площадкой для открытого диалога. Город меняется к лучшему. Уже 17 территорий благоустроили в Наукограде с 2017 года в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В парке, сквере теперь есть где погулять, констатируют власти мамам с колясками и пенсионерам. А вот мест для отдыха молодежи, причем активного, практически нет. Хотя живут в Бийске почти 12 тысяч молодых людей от 14 до 18 лет и почти 9 тысяч человек от 18 до 22. Да и глава города здесь молодой. Не могу, конечно, вам рекомендовать или лоббировать определенный парк, за какой нужно голосовать. А как житель города, хотел бы попросить, и чтобы вы проявили активность, дорогие студенты, проголосовали, чтобы в нашем городе появилось новое, современное молодежное пространство. Велосипеды, самокаты, скейты в Бийске у многих, но кроме площадки для малышей кататься больше негде, констатируют и любители, и профессионалы. Не хватает фигур. Если взять, например, парк строителей, он в целом не пригоден для катания, потому что фигуры сделаны из металла, колеса скользят. В целом сама постановка фигур, то есть как они стоят, очень плохая. И, соответственно, было бы здорово, если проголосуют за скейт-парк, который в целом будет очень хороший, и где ребята также будут приходить кататься. Идею создания скейт-парка в своем родном городе поддержал и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Совместно с молодежным активом изучили опыт других городов, общались с движением «Уличная классика» из Краснодарского края. Поддерживают инициативу и депутаты городской думы Бийска. Прошу дать обратную связь, поддержать данный проект, потому что он достаточно дорогостоящий. Без участия федерального финансирования его реализовать будет невозможно. Но город в нем нуждается, молодежь в нем нуждается. Место под скейт-парк определили в зеленой зоне вдоль улицы Вали Максимова. И добраться будет удобно не только самим бейчанам, но и жителям зонального Бийского-Смоленского районов. Правда, если парк победит в голосовании. Бытует мнение среди бейчан о том, что наш голос ничего не решает. Чем выше активность, тем больше шансов за создание того или иного объекта. Если каждый из нас попросит своих друзей, родственников, знакомых проголосовать, то они поддержат обязательно эту идею. Голосовать могут те, кому уже исполнилось 14. На все про все, а именно на голосование за скейт-парк или другой объект, выделено 45 дней. 30 апреля – крайний срок. Активное участие в реализации национальных проектов, в том числе в выборе объектов для благоустройства, это возможность заявить о том, каким молодежь видит будущее своего города. Таким образом, участие в голосовании – это инструмент политического влияния. Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» действует по инициативе президента России. Бейск уже изменился и продолжает меняться к лучшему. Молодежь готова принимать в этом процессе активное участие. И сейчас, и в дальнейшем. А станет ли скейт-парк победителем голосования, узнаем в начале мая. Итоги опубликуют на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. В Камьи-на-Аби на железнодорожных путях погибла женщина. Происшествие произошло на 616-м километре перегона станции Камьи-на-Аби-Тарадонова. Две женщины переходили пути в неположенном месте. Машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Одной нарушительнице удалось избежать столкновения, а второй – нет. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась. По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. А также сегодня в Барнауле задержали мужчину, который ножом порезал лицо таксисту. Мужчину подозревают в покушении на убийство. По данным следствия, 4 марта этого года житель Ребрихинского района, находясь в Барнауле, заказал такси. Во время поездки мужчина попросил водителя отвезти его в другое место. Когда таксист потребовал оплатить услугу, между ними произошел конфликт. А далее нездержанный пассажир достал нож и успел нанести таксисту ранение. Довести преступный умысел на убийство ему не удалось, так как потерпевший оказал активное сопротивление и выбил нож из рук мужчины. В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Первый в крае чемпионат по сбору географических пазлов прошел сегодня в Барнауле. Более двухсот детей индивидуально и в командах собирали на время спил с карты Алтайского края и России. Подробнее в сюжете. И потом уже начинаем из строя. Начинаем от центра. Если это карта России, да, у нас ее сначала, конечно, идет Красноярск, Липовск. И потом начинаем, противоположенство, на спил. Некоторые школьники готовились к чемпионату по сборке географических пазлов за несколько месяцев до. И в последние минуты перед стартом вспоминают все, что можно глазами и руками. Ты хотел бы себе такую карту домой, так же, друзьями собирать? Да, нам учитель дает их пособирать домой. Благодаря поддержке фонда президентских грантов мы приобрели карты. Ну и школы подключились к этому процессу, педагоги тоже начали приобретать. Такой чемпионат стал возможным благодаря реализации федеральной просветительской программы «Знаю Россию, служу Отечеству». Это первый опыт не только для участников, но и для организаторов. Составлять фигурки нужно было под наблюдением волонтеров с секундомерами. На сборку Алтайского края дают всего 6 минут, на Россию – 17. География – это та наука, которую должен знать каждый человек, потому что это дает ему грамотность в любой другой сфере его деятельности. Поэтому ребята, те, которые сейчас у нас участвуют в этом чемпионате, это уже наше будущее. По итогам чемпионата всех участников наградили призами, но победитель получил право бесплатно участвовать в любой из полевых школ от Русского географического общества и с палаткой отправиться в поход к главным достопримечательностям нашего края. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Волейболисты университета продолжают борьбу за золотые медали Высшей лиги А чемпионата России. В соперниках лидеры турнирной таблицы – студенты из Московского университета Баумана. Обе игры получились напряженными и богатыми на интересные моменты. Подробнее расскажет мой коллега Дмитрий Дроздов. Волейболисты университета уверенно выиграли свою конференцию «Восток», а «Запад» подался студентам МГТУ. Лучшие команды попали в финал восьми, где болельщики и увидели студенческое дерби. С первых розыгрышей между командами завязалась серьезная борьба. К середине сета счет был равным 14-14. Затем университет заработал четыре очка подряд. Хозяева дважды были удачными на блоке. Первый сет барнаульцы выигрывают 25-20. Я очень доволен, что в концовках партии мы всегда оказывались лучше. Это очень здорово. Во-первых, морально-волевые качества ребята показали хорошие. А во-вторых, это хороший запал, что и подтвердила последняя игра. Вторая партия вновь началась на равных 4-4-7-7. Но затем гости совершили ряд ошибок, а барнаульские студенты выиграли сет. К решающим розыгрышам команды подошли при равном счете 23-23. Университет смог воспользоваться вторым матчболом и довел встречу до победы 25-24. Итоговый счет первого матча 3-0. Мы знаем, что мы идем сейчас на первом месте, и на лидера все настраиваются по-особенному, скажем так. Ну и естественно, вот в сегодняшний день это показало, что где-то мы вели-вели-вели в концовках и не хватило. Я думаю, что сегодня больше повлияло огромное количество наших ошибок. Видимо, плохо, со временем справились пока еще, не перестроились. И, ну, завтра будет новый день, посмотрим, как будет. Но ответную игру, видимо, сказалась разница в часовом поясе. Гости все-таки победили, как и сам матч 3-0. Московские студенты забирают важные очки. В турнирной таблице игроки из столицы России остались на первом месте, барнаульцы на втором. Следующие игры университет проведет на выезде 23 и 24 марта против подмосковного ЦСКА. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас по-прежнему на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok